это кто мне звонит я занят илюха я занят илюшка 4 в чат напиши мне родной мне нужно каким-то образом ответить яцкичу я не знаю как сейчас я вас компа позвоню яцкич яцки сейчас компьютера тебя слышно на стриме что случилось у тебя родной сделай пропуск какой пропуск а ты ко мне идешь сейчас делаю ко мне яцкич и знаете для зачем что я ему сказал что мы про рекоменса спрашивает его или тебе рекоменса нет тебе их покупать вот ты купил себе с марджелла ботинки хары там все те рекоменса я говорю и даже я я просто перестал гонять у меня низкие высокие высокие уже полгода не надеваем говорит о то есть можно у тебя забрать высокий я такой ну да я думаю что это дело не дойдет он идет у меня рекоменса отнимать модник анимешник здрасьте привет это дело говорит не дойдет нахуй ты угадал не кричи у меня мама спит как зовут соседа зураб его зовут яцкевич на стриме чё пожаловал кстати хотелось предупредить то что вам прислали сообщение то что вам где-то 1 сентября 8 30 надо быть это все фейк ебаный скам не приходите я согласен я тоже это слышал что это фейк рассылают молодежь жесткий жестко жесткая наебалу товар но это похоже а что случилось у тебя у меня демка нового есть я тебе не буду показывать со мной будешь смотреть тики-токи мне просто время повезти ну ты не подумаешь что приехал чисто за кроссовками ну ты же так ты же сделал чтобы было не так неловко да ты же просто не было до варианта либо я живу с тобой либо я просто понял кроссовки и съебываешь да че делали без меня лишь ты меня помнишь без тебя мы грустили очень сильно то что не было друга нашего с которым можно было время провести уютки ебаный вам пуху и обсуждать что у меня не было у меня тоже нафиг стоп стоп досмотри до конца что лучше взять кс гоу прайм за 1000 рублей в стиме или за 100 рублей на лол steam я думаю выбор очевиден лол steam это честный и безопасный сайт где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм и получилось квартиру снять ту который хотел какую который ты смотрел что там за 200 тысяч до 220 ты не получилось завтра я иду смотреть другую она стоит 200 шестьдесят ебанутая зачем я охуе сам чем это деньги тратить я не знаю я но я не навряд ли у стиму я хочу просто посмотреть она выглядит это самая холодная квартира который я видел но почему-то она мне вот запал оба считался на боях стоит это очень сильная картина это кто это девушка ванга да скучаем по нему да я вообще по нему не скучаю я настолько рад что я другой человек для пошел он нахуй я как просто пошел он нахуй этот чел с розовой прядью блять я могу же благодарен за все что он сделал для меня сейчас но как и другой личности да это абсолютно другой человек от нее человек квартиру она из бетона и металла холодная пиздец но прикинь как ее можно засветлить с таким светом ламповым да трешка если хочешь если тебе нравится это я бы с удовольствием туда переехал на двести шестьдесят тысяч это чё прикалываешь для тебя это у тебя денег гораздо больше чем у меня почему ты не можешь себе позволить это не означает то что типа цену деньгам нужно двести шестьдесят тысяч это слишком прям too much ты можешь переехать обратно куда-нибудь в любое время почему ты не можешь покайфовать пожил ты когда переезжал москву сколько ты снимал за 120 110 110 ты переехал взял ее за 110 и ты говорил я хочу охуенно пожить сейчас у тебя дела гораздо лучше чем два с половиной года назад потому что появились я и парадеевич и мистер бист ребята сам самое главное знать что если бы вы выбирали между bugatti и макларен чтобы вы выбрали мне предложили бы bugatti или макларен то несомненно я выбрал бы мархито клубничной это такую рекламу им дало просто катастрофическое представьте что он мем создал интерес был запрос на мем или этом просто так нет конечно мне кажется что нет как будто он мог специально такое сделать ну не знаю не думал что типа он думал что так и вирусится это все мархито клубничный ну как будто он на серьезном лице это делал просто интересно вот как вот типично приходит рекламодатель они то есть присылает бриф что они хотят типа видеть рекламе ты им присылаешь обратно тип текстом и у него там было я как бы выбирая между маклареном и bugatti я выбрал мохито клубничный тот самый менеджер который вот в этом в тексте вид и такой может это как-то из контекста что ли вырезанной я просто не смотрел прям полноценно это какой-то старый видос еще я не знаю честно вообще бля мухой кто я я бюхо в хлам на бухой не каплю нахо алкоголя я либо не выспался либо под мохито клубничный ты видел что тикток есть из тикток где каролина еще подписала себе выложила подписала что вот вот каково жить с абьюзером где ты ее тикток да да это я прижал бы я сегодня это узнал это вот она реально выкладывает а там фотка то что у нас было когда мы только познакомились мы батутном центре пошли из фото мы сейчас перефоткались то что в дом ролики были награды и я такой заход в комнату я выложила собрала просмотры на что это не твой тикток я даже не знаю как в тикток зайти я я все это время там там причем нехуй его ты уже в голове думаешь как ты пойдешь скажешь ты чё охуела блять мы с тобой расстаемся они вот с абьюзером я не знаю вот это просто начала снимать все подряд просто каждое действие на снимать еще так понял типа ваза за кусту так телефон поставил конечно блять я видел как она ставила этот телефон составит как-то точься к тому что девушки медийных парней тоже начинают развивать медийку лезь медий как ты к этому относишься я знаю как ты к этому относишься я до сих пор тебя прошу составит топ можно сказать но не конкретно кого-то называть на просто скажи лёха мягко скажу недолюбливает личностей какого-то определенного пола нет нет у меня не связано с полом никаким образом ну ладно я же не какой-то сексист я ко всему с уважением отношусь к определенным людям которые стали популярны за счет определенного человека и ничего из себя не представляет идея не прав ну смотри я просто прошу составить топ 10 я не буду составлять у меня просто ну не на стриме просто вот отдельно так сказать топ 10 самых бездарных людей которые нихуя из себя не представляет если бы никто это вот так узнать просто текстовый документ начиная с десятого составить составить прям сейчас без стрима вот так тебе просто нет за кто на первом месте будет даже по количеству щелчков могут я буду больше щелчков делать готов хорошо это 3 до топ-2 это не знаю пропущу давай топ-1 напишем 1 не даже не интересно я знаю кто топ-1 и как хорошо тоже я же никого не оскорбляю типа тут могут только почему так не удаляется люди так могут только додумать ну типа по факту же я не про кого ничего плохого не говорю вообще да и вообще ко всем хорошо отношусь до знали бы каким кружки отправляют в час ночи агрессивный лёха на самом деле если у него такой если я не знаю новая альтрека которые которые вы не видели никогда который в час ночи просто кружки записи никогда не видели вы 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 просто охуели от моих слов я иногда понимаю что каждый мой кружочек это скажу так несколько путевок в ад если бы если бы лёха это записывал как условный ларин против когда-то создал свой youtube-канал и высказывал все что он думает он был бы самым популярным человек в россии сейчас но со мной никто не общался но скажем он бы такое даже может иногда общее мнение просто высказал бы все все возможно согласились с тобой просто это вот заебало знаешь что-то кастрированная хуйня медики никто ничего не блять ничего никто не говорит все такое радужное блять дохуя веселые идите нахуй блять как только мы начали отменять тик токи я сначала сопротивлялся понял когда меня начали ну я образно это говорю я это я я говорю это про то что я был одним человеком ебланом с розовой прядью блять миленький у кого сколько которого любили маленькие девочки и я и потом я стал другим человеком и вот та старая типа аудитория который не умеет принимать хуй знает сферу своего возраста блять начинали хуй сости говорит о том как я стал поменялся в худшую сторону стал другим блять злым нахуй там не смешным и так далее я сопротивлялся потому что я сам себе это замечал я не мог себе я не мог себя принять таким какой я есть сейчас и вот это я считал типа за отмену когда мне все все везде писали что я типа блять другой я человек намного хуже чем раньше ты хоть так стало похуй на все это очень сложно ты прости но я не буду взрослым хуёвый трек вот и сразу понял я даже сам прям просто я сам просто понял как только я себя принял таким какое сейчас есть и начал эту тему двигать сам говорит то что я злой типа кому не нравится идите нахуй я заметил как иллюзии поменялись поменяли отношения вот реально я мне просто сейчас сказать мне вот как нехуй делать просто сказать то за чтобы то чтобы я раньше никогда не сделал там типа как-то неправильно ответить ребенку который подошел сделать фото блять я другой человек тоже время понимаешь что как на какой след это доставляет на люди я рассуждаю так то что ты что-то образно очень плохое ответишь или как-то несу я же не говорю ребенку типа иди нахуй не сделал свою фото не сделал свою фото говорю нет ну человек меня даже не знает нахуй условно школьник подходит и говорит что ты из команды парадевича можешь с тобой фото я не хочу чтобы он меня смотрел как мне сделать так чтобы у меня чтобы у него поменялось обо мне мнение отказать ему фотографии я не хочу чтобы он меня смотрел и все равно как-то надо более с них снисходительно даже я грубо не говорю детям недавно кстати ситуация была когда мы с тобой на самокатах ехали там чел подъехал и такой говорит ребят я кажется вас знаю и лёха мне только говорит типа нет ты ошибся типа и дальше он пошутил а чел короче оказался супер искренний лёхе так стыд достал а он такой блин правда ребят не но я не так я искал что ты так сказал как будто ну в контексте что это прям грубо мне это не было я ему типа знаешь такая тема он кажется ребят как кажется я вас знаю да не ошибаешься да не тебе как тебе кажется и потом это и так искренне начинает я реально знаю я вас видел где-то не не я сразу же переобуваюсь сразу же в сердце понял коллег но блять у меня я добрый чел пиздец я не могу сказать я очень добрый чел но просто вокруг меня сейчас такая мышь вот стена огорождающая меня от другого мира потому что я очень сильно ранимый и меня задеть как нехуй делать я моментально если я начинаю разбрасываться своей энергией я моментально теряю себя мне после этого хуёва когда условно я общаюсь с кучей людей на улице которые ко мне подходят я сейчас понимаю что для меня важна аудитория только та которая меня знает они те которые где-то когда-то блять увидели какую-то хуйню и сразу же сложили обо мне у глеба костина базар сложил свое мнение и теперь поэтому на другую массу я прям так и говорю потому что мне стало абсолютно плевать на хочет формировать более локальную аудиторию реально которая тебя знает и которые тебя понимают они понимают что если ты под они где-то там увидели какой-то тикток те какая-то вырезанная из контекста хуйня где какую-то реально дичь сказал блять он смотрит такой а ну бля я знаю что это за момент я знаю какой он типа это хуйня все и дальше скипает они так что типа а ебать он хуесос кибаны ооооо все я каждый раз пример привожу твой ситуацию симплом ты постоянно говорил о том что бля ну как только подрос я все понял так или иначе все равно след был такой потому что для тебя это пиздец личности то есть иногда может подойти человек который ну Ну, чувак, ну, невозможно на всех... Я понимаю, я понимаю, но ты об этом тоже никому не расскажешь, поэтому я... Никто в этом не делал, что никто не поймёт. Вот все, кто смотрят, они не поймут, что ты испытываешь. Мне Влад рассказывал про коржа. Чё рассказывал? Думаешь, можно говорить или нет? Да. Ну, вроде в этом вообще ничего такого нет. Типа это, ну, не... Короче, Влад рассказывал, он когда... Давай побудь на моём месте. Челом, который что-то пиздит всё время, а потом... Да нет, в этом просто вообще абсолютно ничего такого нет. Со слов Влада. То, что он когда был в Беларуси, то, что... Кто-то то ли менеджер, то ли, не знаю, организатор или кто-то, связанный с коржом, передал то, что команда коржа нас смотрит, типа, Макс сам респектует, нам пиздец. Серьёзно? Да, на полном серьёзе. Он, типа, у него там должен был состояться... Был концерт в Москве какой-то на стадионе, он, типа, что-то не договорились. Ну, у него там свои приколы. И он, типа, нас хотел позвать. На туре Макс Корж нас знает? Нихуё себе. Когда я его слышал, я прям прихуел. То есть вот, когда кто-то говорит, там, иногда, какие-то личности, вот, для меня корж это пиздец. Ну, масштаб личности там ебанутый. Просто ебанутый, чё за тип. Ты себя просто... Ну, ты... Относительно его, типа, я просто... Глист какой-то, понял? Чел такие стадионы собирает. Вообще пиздец. Для меня он просто лего. Не моя музыка, но как я ебашил на имках, блядь, под коржа? Под Амстердам. Просто пиздец. Ну, это у меня ещё охуя на то, что он электронщину в своё время продвигал и продвигает. Ты видел то, что Снофдок в Армении будет выступать? Серьёзно? Да. На кой хуй? Просто... Это же хуё. Пожалуйста, купили его, типа, просто, чтобы он выступал? Ну, я до этого знал, что он будет выступать. Мне сегодня запрос пришёл, типа, на рекламу этого концерта. Реально? Да, я бы как будто даже съездил. Охуеть. Погнали на Снофдок. Нам проходки сделают? Не, если... Ебай со Снофдоком взорвать, прикинь. Чувак. Есть, ответь им. Они сделают нам проходки. На бэк. Чтоб её вживую увидеть рядом. Мне всегда стрёмно становится, когда фоткаются и, короче, такое, типа, можно? Я думаю, возьмём за плечо и чел за талию берётся. Бля, ко мне сегодня чел подошёл. Ты промахнулся или что, блядь? Так вот у меня за талию. Ну, не понимают, они, типа, понял, в этот момент у них какой-то полушок такой. Я ещё понял, вот я вот прям вижу лицо, когда чел вот так руку протягивает и так за талию берёт. И такой, ой, блядь, чё я сделал вообще? Ко мне сегодня чел подошёл, я брал кофе в каком-то, в кофейне какой-то булочной. Я брал кофе, ко мне подошёл, чел говорит, можно фоткаться? Ну, обычно он просто рядом становится и фоткается. Он сделал вот так. Говорит, можно фоткаться? Я говорю, да, давай, я сделал вот так. Я думаю, ебать, братишка, это вообще пиздец. Мне нравятся девочки, которые подходят и... Вот так. Ты что, на картоне запомнил? Да, да. Вот это или как-то, блядь, вот эта хуйня. Да, 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 да. Да, мужик. Это оно. И желательно, чтобы у них подвороты ещё были, понял? Такие, которые узенькие. По-моему, в отметках человек, который своё лицо закрывает смайликом вот этого демона улыбающегося телеза. Ох, ёб твою мать! Да потише, потише, Зураб сейчас придёт. Я, короче, общался с пацаном, который каким-то образом связан с Коржом. Он с ним общается, он из его команды, насколько я знаю. И в том году, короче, он мне даже сказал, что Макс Корж ему... Может, это фейк, я хуй знает, но он не человек. Ну, я знаю, что он реально с ним работает. И он из его команды. И мне этот человек сказал, что ему на студии кто-то включал «Глаза не врут» трек. Скал полная хуйня вообще за глупость. Скал полная хуйня, бля. Я бы увидел, въебало бы ему харакул за этот трек, он вот так сказал. Блядь, ты человеку не только музыку нельзя заниматься, он просто ему лучше, блядь, нахуй, всё. Никаких эдитов, нахуй. Ниже хоть один эдит, блядь, блядь, бан, нахуй. Делайте, делайте, ребята. Алексей, здравствуйте, вы пойдёте на концерт Кай Энджело с ребятами. Вопрос. Я пойду с Аней. С Вишенкой пойду на концерт. Лёха, ещё 300 историй с поддержкой, как всегда. Точно не пропустите. Нет, ну за респект, что сказать, что я буду на этом концерте, что такого. Я пацанам, я Кай Энджело написал, он говорит, да, брат, конечно, проходки вам сделаем. Я не могу, несмотря на всякие высказывания, кто бы как там ни относился, я не могу плохо относиться. Я не могу плохо относиться к Энджело, потому что он ебануто меня поддержал в плохой период, когда я там про музыку говорил на стримах, что типа там вся хуйня. Он меня очень сильно поддержал, он мне большущие сообщения написал. Кто тебя просил хуйню про него на стримах говорить? Какую хуйню? Ты говоришь, я не могу про него хуйню говорить. Нет, просто я знаю, что неоднозначное мнение, типа, и многие хейтят. Я говорю, я типа вообще никак не могу к нему плохо относиться, после того, как он именно как человек хорошо поступил по отношению ко мне, и мне просто пиздец какая-то холпануло, что у меня огромный пост написал о том, что я должен делать музыку, и почему я должен это делать. Ну, 3 килограмма уходил. Ты? Да, я же вообще полностью отказался от сладкого, мучного. У меня есть, этот, панкейки есть. Не, мне прям овощает. У меня сейчас прям в голове щелкну. И еще это, псиллиум пью. Что это? Ну, это зерна подорожника. А, реально ты их пьешь? Да. Ну, я рассказывал. Которые разбухают в желудке, и ты не хочешь халочь? Ну, типа того. Но, на самом деле, все равно, как бы, ну, это чисто природная добавка. То есть, это не медицинский препарат. А как тебе такое? Можно глистов посадить, и ты не будешь поправляться вообще. Можно что угодно, глисты все будешь жирать. Как тебе такое? Глистов посадить вонутри. Экдот есть охуенно на эту тему. Какой? Чел спрашивает. Ну, ты вроде читал. Говорит, у меня глист появился. Как от него избавиться? Говорит, 6 дней пей кефир и ешь одну булочку, а на седьмой день выпей только кефир. Он 6 дней пьет кефир и заедает булочкой, и на седьмой день забивает кефир. И глистовый лазит и говорит, а булочка где? Бери реконсы, иди нахуй отсюда. Ладно, я пошутил. Видите, вот такая с подошвой хуйня случается. Я не мою, потому что, чтобы они были как архивные. Ты понял, батя задонатил. Чем собираешься заниматься в будущем времени, на стримах же не продержишься только. Батяк мне всю жизнь так говорит. Ну не получится же заработать в этом, в интернетах. Чем занимаешься? Потому что денег нет вообще. Надо на это. Слушай, я делаю много добрых дел, и карма мне возвращается. Ну там, то там, то тут дела решаю. Ты ебать слепоны нахуй, понял? Чисто эти, ванс, скутер я. Новый ролик числа 30-го, наверное. Если не выйдет, не пиздите. Я сейчас так примерную дату вкинул. Там было две съемки. Первая прошла, одна вторая там в середине. И я говорю, типа, все-таки, как-никак, типа, Антоха трехкратный чемпион подряд мира по доте. И лег такой, нихуя себе. Он там прям рядом в эти сидят. Я говорю, нихуя себе, блядь. Я не знал, я в доте, я не понимаю, в доте нихуя. Я слышал, что он, типа, крутейший человек. Не мира? А что, блядь, ну, мажор, это что, не чемпионат мира, хуй сказать? Он рейт тигел? Мне? Возможно, да. Ну, в смысле, не совсем. Нет, им-то это просто, понятное дело, что самый крупный. Ну, что, типа, в КСе, что, может быть, более крупнее, чем мажор? Ну, типа, в КСе нет чемпионата мира, правильно, я понимаю, тогда... Я даже в своем видосе пару ласковых слов про дотеров сказал. Да, да. Да, это оставите или нет? Ну, конечно. Ну, там, по-моему, смешно было. Нет, там смешно было. Какой трек, ахуй... Вот это хочется погромче. Это synthwave такой, я говорю. Ой, а трое. Помнишь, я расстался, мы с тобой у тебя на кухне сидели, вот этот трек слышали? Я, ты и Виталик. Ну, мы как раз-таки вот то, что Memory Reboot, вот этот трек, он тогда вот первый раз появился в рекомендациях супердавно. Горилыч, привет, брат. Горилыч? Да, Горилыч пришел. Че, у нас только скучно на отдыхе живут, ты смотришь? А сколько у него времени? У него плюс или минус? Вроде такое же, как бы. Такое же? Либо минус один. Я представляю мысли Горилыча. Как я хочу Москву и как я хочу стримить. Но, если он не уделяет время Насте, то Настя горит. Кипяя горят. У нас ДР сегодня. Прям сейчас? Наступило? Надо Настюшку позрайлить, блядь. А у меня ВТГ нет. Не, хочешь, позвони мне ей. Наступило. Наступило, надо поздравить. Есть? Да. Давай запишем. Горилыч, давай мы тебе позвоним, а ты с Настей, она не спит. Давай мы ей... Потому что она спит. Как она спит, блядь? День рождения, 2 часа ночи. Она сейчас поздравления принимает. Настенька. Здравствуйте. Хотели бы вместе с Алексеем сообщить вам о том, что у вас, оказывается, день рождения. Да. И мы хотели бы вам пожелать всего самого наилучшего. Как говорится, крепкого здоровья, чтобы мужик наконец-то вам начал. Просто хорошего мужика вам желаем. Да. А не... А не человека, для которого цель всей жизни поднять как можно больше килограмм. И чтобы лизал пиз... Крепкого здоровья. Тебе, всей твоей семье. И... И побольше мужского внимания. На этом, наверное, у нас всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Сука, это лучший кругляшок за последние полгода. Кстати... Там Горилыча с Вахой, наверное. Кстати, среди всех девушек-азиевов, наверное, Настя самая сильная по юмору. Сто процентов. Как будто. Хотя... Не знаю, она просто иногда выдаёт приколы прям вообще сильные. Блядь. Может, позвоним, пообщаемся с тобой? Так она спит. Блядь. А, скорее всего, этот долбоёбный нахуй. Хрипел опять. Она его пизданула и проснулась. Хрипел. Горилыча, ты два номера снял для неё и для себя? Он смешно... Он смешно рассказал... Похуй. Я думаю, это тоже не секрет. То, что он... Они спят. Горилыч думал, что Настя уснула. И он переданул. И тут ему, типа, кулак... Сука, к вам охота. Бро. Не дай бог тебе этот комментарий Насте скилл. Ты чё, хуеешь? Водичку пьёт. Элёха, плюс-минусы жизни в Америке. Почему? Ведите серьёзно, если можете. Или в России. И в целом, как планету своё будущее? Думаешь, что делать? Или севера схлопнется? Ну, всё-таки... Это... Ютуб не вечен же, правильно? Правильно. Ответь серьёзно, если можете. Стримы не смотрю, может, и отвечать. Знаешь, что ещё не вечно? Что? Не знаю. Стрим? Всем пока. Короче, если кратце, то не моя страна абсолютно. Да нахуй её. Америка, Америка. Ты проси серьёзно ответить? И всё-таки, как планету своё будущее? Планирую? Я не знаю. Жизнь припеваю ещё. Я тоже. Как охуенно, чувак. Мысли в пол третьего ночи. Думали, что делать, если сфера схлопнется? Какая нахуй? Сфера опыта? Схлопнется. Сфера какая? Мы расхлопнем. Сфера инвокера? Нужно быть чулом, который вот так вот мутится по жизни. Так, змей. Горыныч. Плюсы и минусы жизни в Америке. Всё-таки. Надо подытожить. 7-Eleven есть. Магазин. Уолман. Есть ещё тоже Eleven. Короче, я к чему? Если подытожить так, серьёзно. Плюсы и минусы. По полочкам сейчас разложить надо. Когда я в Унике учился, там вот прям всё... Ну, короче, мне не с чем сравнивать. Я не учился в университете в России. По крайней мере, там всё было супер продумано. Безумно всё продумано. Всё по полочкам. Всё для людей. И я до сих пор не понимаю. У меня в универе был один предмет, которого я в ахуе был. С которого я не понимаю, почему его нет в образовании вообще везде. Там был просто урок о жизни. Как себя нужно вести в тех или иных ситуациях. Жизненно. Как тратить деньги, как экономить. Просто рассказывали о жизни. Потом чел у нас рассказывал, о чём-то неинтересном. Прямо он заметил препод. О том, что типа его мало кто слушает. Он говорит, что вам неинтересно. И там такие типа... Ну, потому что все по телефонам. А там преподавательным в основном похуй. То есть ты можешь приходить на пару, сидеть в компьютер играть. То есть им поебать. Главное, чтобы ты не мешал остальным. Если ты будешь заниматься своими делами, им просто похуй на тебя абсолютно. Не хватает, короче, в нашем образовании. Предмет о жизни. Сто процентов. Просто обо всём. А как же общество ведение? Обоже. Нет, общество ведение, да. Обоже. Ну, это тоже другое. Рейд от Дилары, солнышко, спасибо тебе большое за рейд. Привет. Спасибо. Слава, Диларочка, спасибо вам большое, солнце. С уважением. Я в хрене вид личности, которые... К определенным людям. Которые стали популярны за счёт определенного человека. И ничего из себя не представляет. Всем привет. А, не было рейда? Ну ладно. А просто привет. Привет. Ну всё равно, спасибо. А рейд кому? Спасибо, что залетели, ребят. Что ты кому пишешь? Свои любимые. Какое именно? Что вы делаете? А, кстати, когда вырубишь стрим, хотел тебе кое-что сказать. Ты на человеке пиздец отпечаток оставил. Я? Да. А, ну, в принципе, это тоже можно рассказать. Просто я тебе внушу чувство вины. Ты меня заиндр... Я же осадился, что ты сказал. Что я человеку... Человеку... Всегда хотел с тобой... Она, ну, очень сильно в это поверила. И подумала, что, типа, это правда. И она начала депрессовать. С этого, то, что она повлияла... То, что второе сообщение, которое ты написал... Серьезно? Она в это поверила. И подумала, что она повлияла на вот это, типа... И из-за неё это произошло. Я тебе сейчас такими потайными словами сказал, извините. Я на не поверил, ты меня... Я серьезно тебе говорю, вот серьезно. Вот, кладя руку на сердце, она зашла в випку. Влад то же самое сделал, вот это. Написал сообщение, которое ты первый раз. Она говорит, ребят, что вы, типа, делаете? Вообще, типа, смешно. И потом она зашла, мы себе это все объяснили. Она говорит, я, типа, просто пиздец. Типа, восприняла это, мне не по себе стало очень. То, что, типа, из-за меня вот это произошло. Я понимаю, вы сейчас вообще нихуя не понимаете. Ну, ладно. Но я не шучу. Я её вчера видел, всё чил вообще было. Она подошла, меня обняла, сказала, как у тебя жизнь? Как дела? Нет, не про Винцу хуйни. Это про девочку, которая в InVision одна работает. Которую мы все очень любим. Она пиздец выкупающая, очень хорошая. Екатерина Андреевна её зовут. Всех она знает. И прям вообще супер выкупающая, очень смешная. Пиздец, как шутит. Типа, прям... И мы, короче, у нас всегда такая хуйня, что мы друг друга подъёбываем всякой хуйнёй. А он просил так не шутить. Чёрт, я... Я... Ебать. Я не знал вообще. И попросил принести сыр-косичку. Ты не принёс? Нет. А, ты ебать, Аннон. Что это? Я просто в моменте, что... Я могу рассказать про это? Ну, это же ничего такого нет. Да, можешь. Я в моменте... Ну, мы просто... Ну, как, мы с ней общаемся супер по-дружески. Абсолютно дружеский вайп. У нас к ней и... От неё к нам идёт чисто дружеский вайп. Она за все приколы выкупает, там, и так далее. И в моменте, что-то мы сидим с Илюхой взлёдём, я решаю просто поприкалываться. Я ей пишу. Я пишу, ну, в заметках в телефоне, типа... Ты очень нравишься Илюхе. Вот так вот я показываю. Она такая... Что, типа? Ушла. И... Следующее сообщение я показываю. Илюха расстался со своей девушкой ради тебя. Вот так вот. Да вообще ебанат, господи. Я просто ему хотел неловко сделать. И всё, она подумала, что это реально так. Она же сказала, да хватит, она говорит, да что вы прикалываетесь. Она говорит, да что ты прикалываетесь. Она потом подумала, что реально из-за неё я расстался с Каролиной. Всё, тогда я пройду с букетом цветов в следующий раз сыр-косичка. Тссс. Ебан, ты долбоёб. Ну, возможно, это в контексте так выглядит, что я еблан. Но ты с человеком по-дружески. Вы знаешь, ты с человеком вот так как с Илюхой общаешься. Это не выглядело. И в этом моменте ты узнаёшь, что он, типа, на тебя обижен за какую-то хуйню. Перебор. Ух, ебанутийший перебор. Просто пиздец перебор. Это смешно, возможно, но она... Ей не сказали сразу, что это шутка. И из-за этого, наверное, это... Ладно, я хотя бы понял первое сообщение. Ну, второе, потому что расстался из-за тебя, скажите. Я сижу просто, я... Причём не знаю, что она ей показала. Потом он мне показывает. Я думаю, ты вообще еблан. Ну, брая, это был... Ну, я не знаю, это настолько дружеский лай был, типа. Она же нас постоянно подъёбывает. Мы сказали, Лёша, на самом деле, такой человек, который, ты думаешь, он злодей, на самом деле. Реально так сказали? Охуесосы, ебаные, вообще. Супки, блядь. Саня сказал всё, что говорит Лёха, дели на два. Охуеть, блядь. Хуеплётый, ебаный. Прям сейчас звоню туда. Не надо. Я звоню в инвейшн. Да, в инвейшн. Зачти надо. Лёд, ты сейчас вообще такую тупую ситуацию... Закрой, выключи музыку. Ты создашь сейчас просто гипертупейшую ситуацию, господи, блядь. Ну, лучше лично хотя бы скажи, зачем ты будешь звонить в инвейшн. Ты вообще ебаный. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, там же сейчас работает Екатерина Андреевна, правильно? Сегодня на смене. А можешь её, пожалуйста, позвать? Я забыл кое-что сказать, когда уходил. Екатерина Андреевна, доброй ночи, это Лёша Кореш. Екатерина Андреевна, простите меня, пожалуйста, если я вас как-то задел своей шуткой тупой, с телефоном, с надписями вот этим. Какой мой номер, я же в инвейшн. Катюш, солнце, прости меня, пожалуйста, я не хотел отца. Мне ребята передали, что я тебя задела как-то. Чё-чё-чё? Екатерина Андреевна, поменьше вам клиентов, реально? Чё-чё-чё, чтобы не заебывались. И всё. Ух ты. Ладно, всё. Хорошего ночи. Пока. Что ты пиздел, напиздел, блядь. Говорит, всё хорошо. С её слов. Напиздел. Ещё раз. Что она сказала после того, как сказала поменьше клиентов? Она говорит, меня и так тут уже... Я же думал, блядь. В каком плане, нахуй? Бедняга. В плане всё много просто. Сегодня, что, пятница, да? Много клиентов. Она очень похожа на мою сестру. Вот Екатерина Андреевна. Я не знаю, почему мы по приколу так называем, потому что мы не раз спросили по отчеству. И говорим всегда Екатерина Андреевна. Она на несколько лет младше, чем я. И она очень сильно похожа на мою сестру. Вот просто один в один, нахуй, глаза. И у неё весь жизненный путь, проблемы, которые у неё... Я с этой хуйней сталкивался. Прямо вот один в один. Мы сидели, типа, разговаривали. Она рассказывает. И прямо вот точно такая же хуйня. В таком же возрасте начинается там депрессия. В таком же возрасте начинаются у неё панические атаки. Она начинает пить таблетки такие же, блядь, как и я там. И так далее. И вот всё вот идентично рассказывает. Нихуя себе. Да какая судьба. Угомонитесь, ребят. Алексей. У меня завтра вылет. Рановато. Поэтому вынужден с вами упрощаться. Забрать ваши кроссовки. Ваше сердце. А сейчас кто-то другой уже забрал. До свидания. Всем пока. Я по милку завтра улететь. Кроссовки забираешь? Может пакет кинуть там какой-то есть? Пустой сейчас. Ну ладно, как хочешь, как знаешь. Белка, летяга, гэнг. Я сейчас белки, летяги, гэнг. Как же старик навалил, блядь. Старик пиздец, кринжа навалил. Ха, токсис. Шо? Мэйсон Марджелло. Прилетай по лайкам, пожалуйста. В Калининграде? Да. Только если мы поедем туда, вот за город, помнишь? Где вид охуенный. Ну конечно. Я еще много чего покажу. Все, всем удачи. Ты в ботинках на ковер. Извините. Да ладно, ничего страшного. Это Витя подарил, да? Витя подарил, да. Ужасный человек. Ты ужасный человек, это факт. Скажи еще раз. Снова закорсовки оденем. Ты мочишь летишь, да? Нет, завтра. Да буду? Ну выезжайте просто. Ну что, я все. Ну давай, да. Желаю тебе, чтобы мой самолет долетел. И чтобы... Ну все, давай. Снова закорсовки оденем. Спасибо.